Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. Выглядит он так достаточно брутально. Скажите, как вы думаете, к концу следующего, 21-го года, мы сможем использовать нынешние доллары или это будет невозможно? Соответственно, варианты ответов. Да, мы будем использовать те же самые доллары. 8,495, 134, 27, 35. Нет, доллары будут уже другие или их вообще не будет. 8,495, 134, 27, 36. И, наконец, вариант третий. Меня не интересует доллар, я их все равно не использую. 8,495, 134, 27, 37. Еще раз. 134, 27, 35. Будем использовать те же доллары. 134, 27, 36. Нет, будет что-то другое. И, наконец, 134, 27, 37. Меня эта тема вообще не волнует. А почему я этот вопрос задаю? Дело в том, что за последние несколько недель руководители Бреттон-Вудских институтов, в первую очередь МВФ Кристалина Георгиева и ФРС Пауэлл, я, кстати, не помню, как его позовут, начали объяснять про то, что будет реформа доллара, что будет электронная валюта, привязанная к доллару, что будет разделение мира на валютные зоны и прочее, 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 прочее. На людей, которые с этой темой связаны, это производит крайне тяжелое и сложное впечатление, потому что они, на самом деле, совершенно поражены. Как же так? Устойчивость валютной системы – это основа основ современной мировой экономики. То есть можно сомневаться в чем угодно, но сомневаться в долларе нельзя никак. Доллар, он и в Африке должен. Вопрос – это что? Кроме того, обращаю ваше внимание, все это происходит одновременно с некоторой вакханалией в Соединенных Штатах Америки, по части предвыборной кампании, в которой очень сложно разобраться, потому что объективных данных нет. Мы видим абсолютно спокойного Трампа, который говорит, ребята, все под контролем, я выиграл. Мы видим его адвокатов, которые абсолютно спокойно говорят, у нас есть все доказательства, все будет как надо. Мы слышали про операцию по захвату сервера где-то во Франкфурте, мы слышали про программное обеспечение, которое фальсифицировало голосование и так далее и тому подобное. Мы видели даже картинки в интернете, где показано, как на снятом ролике меняются картинки, как одновременно у Трампа уменьшается количество голосов, что, кстати, в принципе быть не может, поскольку голоса это бюллетени поданные, а у Байдена на это же количество увеличивается, но это все носит очень такой странный характер, потому что мы не можем это ни увидеть, ни пощупать, ни еще чего-то. И вот на фоне вот этого руководители Бреттон-Лудских институтов, которые должны, так сказать, блюсти стабильность, неожиданно выдают вот это вот, от чего, соответственно, у любого здравомыслящего человека отвисают челюсть. Значит, мы на этом заканчиваем наше голосование. Результат получился очень интересный. 38% считают, что будет доллар. 22% считают, что нет, будет что-то другое. 40% говорят, что они вообще не будут, что им на доллары наплевать. Ну, мы видим, что, в общем, оптимисты-то, конечно, долларовые есть, но их меньше, чем те, кто считает, что, ну, как бы, в их жизни эти самые доллары уже не появятся. Что само по себе не то чтобы смешно, но любопытно. Ну, теперь, соответственно, начинаем размышлять. Тема реально крайне интересная. Что бы все это значило? Ну, давайте смотреть. Абсолютно очевидно, что рассуждать на тему о том, что эта система, ну, как бы, настолько не годится, в условиях, когда есть шансы на то, что она еще просуществует достаточно длительный срок, или хотя бы на среднесрочную перспективу, два-три года, ну, достаточно глупо. Зачем? Если есть еще два-три года, можно еще попытаться что-то придумать, можно попытаться отработать технологии лучше и так далее, и тому подобное. Если времени осталось мало, ну, условно говоря, эту тему мы обсуждали много раз, а если вдруг начнут падать все спекулятивные рынки, которые там достигли уровня 30 тысяч, не так давно по индексу Доу-Джонса, то тогда, соответственно, действительно имеет смысл. Вот теперь вопрос, а как это делать? Ведь, скажем, Байден, которого, по мнению сторонников вот этой модели, ну, как бы, не секрет, что Байден и Демократическая партия представляют интересы международных финансистов, объяснял, что все будет как при бабушке, это я цитирую Александра Первого, все будет хорошо, все будет замечательно, и лучше ничего пальцами не трогать. Но понятно, что Байден – это наемный менеджер, который будет делать то, что ему скажут, и даже не он в силу его физического состояния, скорее всего, будет делать Камала Харрис, но Камала Харрис не обладает даже федеральным опытом. Она абсолютно провинциальный человек. Нет, Калифорния, конечно, штат большой, богатый и так далее, и тому подобное, но это все равно, с точки зрения американского менталитета, провинция людей в Калифорнии, что происходит за пределами Соединенных Штатов Америки, волнует крайне мало. То есть у нее нет опыта. Иными словами, человека, который должен радикально повернуть руль, на сегодня не наблюдается. Ни Байден в силу своего физического состояния, хотя у него как раз опыт есть, ни Камала Харрис не в состоянии решить этот вопрос. Тогда они что, больные что ли? Для чего они это делают? Даже если предположить, что Байден первое, что сделает на инаугурации, скажет, что все его обещания, они выкидываются на помойку, что касается финансовой системы. Непонятно. С другой стороны, а что они, собственно, хотят? И вот тут у меня появились разные мысли. Мысль у меня была следующая. А представим себе на секундочку. Если вдруг вот эти вот кукловоды, бенефициары транснациональных финансовых банков, финансовых институтов, банков, решили, что поскольку избежать кризиса нельзя, то нужен новый менеджер. Вопрос. А не могли ли они в этой ситуации договориться с Трампом? Обратите внимание, кстати, что либеральные СМИ пишут о всякого рода кадровых назначениях в команде Байдена, но идеологически, что будет делать Байден, нам еще чего-то, она ничего не пишет. То есть идеологическая поддержка демократической партии последние недели практически сошла на нет. Так бывает, когда перестали поступать указания от высшего руководства. То есть функционеры на местах продолжают работать в соответствии с заранее заданной программой, но никаких системных идей и мыслей и сигналов они уже дать не могут, потому что они отрезаны отверху. И вот я подумал, а может быть, вот эти самые функционеры и бенефициары системы транснациональных банков договорились не с Байденом, а с Трампом тоже. И именно поэтому Трамп так спокоен, он-то знает, что договоренность уже достигнут. Технологически это можно провести по-разному. Ну, например, поскольку уже есть общественное мнение, что выборы фальсифицированы, но только демократы считают, ну и слава богу, наши молодцы сумели, а республиканцы говорят, какие гады, как они могли. То в этой ситуации на голосовании выборщиков 14 декабря вице-президент Соединенных Штатов Америки Пенс объясняет, что в связи с тем, что есть серьезные вопросы, что в связи с тем, что парламенты штатов многих не признают, а они за республиканцами не признают легитимности выборов в своих штатах, а там голосование было в пользу Байдена, ну и так далее и тому подобное, то в этой ситуации Пенс отменяет голосование выборщиков. Он говорит, выборщики нелегитимны, так нельзя, это не работает, и по этой причине мы передаем дело в палату представителей. Казалось бы, в палате представителей, то есть нижней палате Конгресса Американского парламента преимущество у демократов. Но голосование за пост президента идет не по персоналиям, а по делегациям штатов. А делегации штатов, там расклад такой, 26 за республиканцев, 23 за демократов, еще один там 50 на 50, но республиканцам уже хватает, 26 больше половины. И в результате к власти приходит Трамп. Снова. Теперь вопрос. Если сделка, то обе стороны должны что-то получить. Что получит Трамп, понятно, ему отдадут на заклание всю вот эту вот либеральную инфраструктуру, все вот это вот глубинное государство, которое создавалось на протяжении многих десятилетий. Скрипач не нужен. Почему? Потому что вся система Бреттон-Вудская, на поддержание которой создавалась эта политическая, интеллектуальная, юридическая, пиарная инфраструктура, она прекращает свое существование по объективным причинам. Эти люди больше не нужны в принципе. Их вообще нельзя использовать. Они больше ничего не умеют делать. От них одни сплошные неприятности. Пускай Трамп с ними разбирается. Но вопрос, а что получат вот эти вот кукловоды, которые бенефициары мировой финансовой системы. А с ними может быть достигнута договоренность, что ребята, все долларовые активы, находящиеся за пределами Соединенных Штатов Америки, включая разного рода офшоры, а также все активы с точки зрения собственности, ваши, вот вы только не лезьте к нам в Соединенные Штаты Америки. Ну, может быть, еще в Канаду. Может быть, еще в Австралию. Все остальное ваше. И вы сами договариваетесь с Синьцзиньбином, с Путиным, с Меркель, ну, там, с кем-то ощущаете нужным. При этом доллар разделяется на две части. На внутренний доллар Соединенных Штатов Америки, у которого все хорошо. И на внешний доллар, который находится за пределами Соединенных Штатов Америки. Как в наличном виде, так и на счетах. Вот этих вот транснациональных банков. Но не на внутренних счетах Соединенных Штатов Америки. И вот этот доллар делается электронно. И все, кто хочет сохранить свои активы, должен прийти вот к этим вот ребятам и с ними договориться. И они начинают рулить вот этой вот мировой системой. Без Соединенных Штатов Америки. А Трамп говорит, что хотите, то и делайте. Вы можете эмитировать этот электронный доллар сколько угодно. В Соединенных Штатах Америки он будет запрещен к выхождению. Если вам не нравится слово доллар, назовите его талером. Или еще как-нибудь. Это совершенно не принципиально. У вас же есть система блокчейна. Вот используйте ее для того, чтобы вас нельзя было надурить. А все страны мира, которые захотят к вам присоединиться, договаривайтесь. Это гипотеза. Мне абсолютно очевидно, что ни Россия, ни Китай, ни Индия, ни еще кто-то к этой системе не присоединятся. Ну, просто потому, что им это неинтересно. А что касается других стран, то дальше у них есть выбор. Присоединяться к Китаю, присоединяться к России, еще куда-то. Но это вот как раз для этого и нужна новая. Это Нурцкая конференция, о которой уже говорила Георгий Иванович. Для этого нужна новая Ялта, потому что нужно описывать политическое движение мира. Но фактически Трамп может согласиться с тем, что вот эта вот система транснациональных банкиров становится равноправным участником этой конференции. Если у нее получится. То есть, иными словами, речь идет не о том, что новая Ялта будет конференцией держав победительниц над финансовым глобализмом, а с тем, что финансовый глобализм, суживаясь до какого-то количества стран, начинает выступать самостоятельным игроком. Ну, например, на базе вот этого финансового глобализма восстанавливается британская империя. Я очень прощаю, потому что выход Британии из Евросоюза и появление Джонсона – это скорее разрыв современной Великобритании с финансовым глобализмом. Ну, хорошо, а давайте тогда не Лондон, а Франкфу. И Меркель становится одним из менеджеров вот этого финансового глобализма. Политическая часть, которая сидит в Брюсселе, а финансовая – во Франкфурте. Почему нет? Я не знаю. Это гипотезы, это рассуждение. Я просто понимаю, что объединить – это невозможно. Вопрос. Тут есть несколько тем очень актуальных. Одну из них я сказал вчера. Позавчера вечером я разместил ролик на своем Телеграм-канале, а вчера мы повторили этот ролик на Ютуб-канале «Авроры», в котором я эту ситуацию описывал. Поэтому желающие могут его посмотреть в силу того, что там есть и другие акценты. Но в общем и целом я просто делаю правдоподобные гипотезы из того, что два процесса, которые идут в Соединенных Штатах Америки, и которые пока рассматриваются как отдельные, независимые друг от друга, в реальности не могут быть независимы. Они должны быть очень тесно друг с другом сцеплены. Вот это очень важная штука, очень принципиальная. Такого рода процессы не могут быть независимы. Дальше может возникнуть целая куча альтернативных вариантов. Я совершенно не настаиваю на том, что мое рассуждение единственно верно. Но при этом для того, чтобы выдать альтернативное рассуждение, нужно, по крайней мере, предъявить ответы на принципиальные вопросы. Первое. Почему именно сейчас, причем не до выборов, а уже после выборов, начали руководители Бреттон-Вудских институтов столь активно подрывать свою собственную бустурчивость? Сея сомнения в своих возможностях. Ну и, наконец, главное и последнее с точки зрения интересов нашей страны. Давайте смотреть правде в глаза. Мы, как и Соединенные Штаты Америки, были оккупированной страной. Окупировала нас вот эта самая транснациональная финансовая группа. Западный глобальный проект. То, что сейчас делает Трамп, это выход из этого вот, как бы выгон вот этих вот оккупантов. Если Байден выигрывает, я совершенно не считаю, что этого не может быть. Вполне себе может. Если Байден выигрывает, то в этом случае оккупация продолжается, и Соединенные Штаты Америки станут самой главной жертвой распада этой системы, которую уже сохранить нельзя. В нашей стране этот процесс происходит сильно более медленно, чем в США, и сильно более аккуратно. Завершится он в ближайшее время или не завершится, это вопрос сложный. И пока я вижу только одно, что есть некоторые предпосылки, которые можно интерпретировать как начало работы по избавлению вот от этой вот оккупации. Чем они завершатся, я не знаю. Я не являюсь кремлевским инсайдером. Я не был на старой площади 20 с лишним лет. И по этой причине ничего вам сказать не могу. Я могу только делать некоторые гипотезы. И вот это вот и есть главная задача, которую мы должны сегодня решить. Мы каждый для себя. Мы будем исходить в нашей дальнейшей деятельности. Вот вы, да, я, вы. А из того, что мы избавляемся от этой оккупации, или, напротив, что мы продолжаем пытаться функционировать в рамках этой оккупации, то есть в рамках умирающей бедно-удской системы. Это каждый решает для себя. Это вопрос сложный. Но если мы хотим, мы, в смысле, скажем так, Путин, решил, что он из этой системы выходит, то те, кто первым поддержит этот выход, получит, очевидно, серьезные конкурентные преимущества. А если, соответственно, Путин решит, что надо остаться, то, наоборот, тот, кто рискнет, сильно проиграет. Теперь вопрос. И это риски каждого. Мои в том числе. Но, например, очень важная вещь. Абсолютно очевидно, что независимо от того, какой путь будет выбран, появится совершенно колоссальное количество возникнет снова карьерных лифтов. Потому что либо будет чистка среди силовиков, либо будет чистка среди либеральной части элиты. И в том и в другом случае нас ждет серьезная перестройка системы административного управления, которая, к слову сказать, уже объявлена с 1 января. И к этому нужно готовиться. У нас есть серьезное преимущество конкурентное перед другими странами и регионами. У нас есть теория, которая описывает, как, собственно, экономика будет развиваться и что будет происходить. Но эта теория может быть использована только если мы отказываемся от этой оккупационной силы. Откажемся, не откажемся, это вопрос сложный. Но если мы увидим этот отказ, он может произойти с точки зрения скорости тех событий, которые происходят в течение ближайших двух месяцев. То есть к тому моменту, когда станет понятно, кто будет президентом Соединенных Штатов Америки, то есть если будет Байден, то есть варианты, мы отказываемся или не отказываемся. Но если президентом будет Трамп, то не отказываться невозможно. Потому что это означает, что система будет рассыпаться. Да, может быть, есть договоренности, которые можно реализовать в рамках вот той схемы, которую я описал в самом начале. То есть можно будет договориться с этими вот самыми кукловодами, которые потеряют Соединенные Штаты Америки. Но исходя из понимания того, что происходит, как устроена теория, можно смело сказать, что у кукловодов будут большие проблемы. То есть если они Соединенными Штатами Америки удержать ситуацию не смогут, то они и систему удержать не смогут тоже. Другое дело, что они, пользуясь тем ресурсом, который им будет дан в рамках прекращения войны с Трампом, то они за счет этого ресурса смогут поучаствовать в создании новой системы. Но в этом случае мы тоже сможем участвовать в этой самой новой системе. То есть мы на самом деле имеем серьезные потенциальные ресурсы, которые нужно использовать. Значит, мне кажется, что каждый для себя должен сейчас начать принимать решения. Желающие могут читать там мои обзоры, мои сайты и разбираться, что к чему, но все равно решение остается за вами. Это очень важная и серьезная для вас задача. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Прежде чем начать отвечать на вопросы слушателей, или я могу сказать, что 17 декабря состоится большой форум, организованный компанией Империя Форум, на котором я буду вот все то, что я сегодня рассказывал и много еще чего, говорить уже, так сказать, с новыми данными, потому что 17 число будет через две с половиной недели. Поэтому желающие, если хотят, могут туда записываться. А в интернете найти информацию не представляет никакого труда. А теперь отвечаю на вопросы слушателей. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот вы сегодня про доллар с темы подняли. Они связаны с тем, что в нашем офисе банки даже отказываются открывать валютные счета, вклады и депозиты. Как вы считаете, с этим связано? Что-то они пронюхали уже? Ну, может быть. Но на самом деле с долларами сейчас очень большие проблемы. Например, с долларовыми вкладами российских граждан в Евросоюзе начинаются очень большие проблемы. Особенно в Прибалтике. То есть их в крайне жестком виде заставляют забирать все деньги, причем непонятно, куда их можно перевести в Россию их не переводят, другие европейские банки их не принимают. Ну, в общем, много проблем. Я сейчас не буду про это распространяться, но я не исключаю, что они что-нибудь узнают. Следующий вопрос. Алло. Алло, добрый день. Меня зовут Семен, город Москва. Михаил Леонидович, вы сказали, что у государств есть первостепенные вызовы и задачи, которые они должны решать, а есть второстепенные. Могли бы вы подробнее рассказать, какие основные задачи, а какие второстепенные есть у России? Сегодня у России есть одна самая главная задача. Это перевести ее экономику из состояния непрерывного восьмилетнего спада в состояние экономического роста. Следующий этап. Нужно начать восстанавливать хотя бы минимальную инфраструктуру обеспечения социальных задач. Потому что то, что происходит сегодня с эпидемией, это следствие двух факторов. Первое, полного отсутствия специалистов, которые организуют. Врачи-то хорошие, но система организации ни к черту не годится. Начиная с вице-премьеров правительства и кончая вниз. А второе, это соответственно отсутствуют как бы батареальные институты, инфраструктуры. То есть нет ни институтов, ни кадров. И вот это вот, но эту задачу можно решать только при условии, что у вас начался экономический рост. И нужно безусловно переходить к повышению уровня жизни населения в условиях экономического роста. К сожалению, до тех пор, пока рулит наша экономика либеральная команда, которую сегодня олицетворяют Нубиуллин и Силуанов, это сделать невозможно. Следующий вопрос. Алло? Да, здравствуйте, слушаю вас. Вопрос. Меня зовут Михаил. Как вы можете прокомментировать недавнюю отставку Чубайса? Я ничего не знаю. Я ничего не знаю про отставку Чубайса. Я знаю, что идет реформа так называемых институтов развития, которые в реальности представляли из себя кормушки для статусных либералов. Но что там реально происходит, я не знаю. Кроме того, я примерно себе представляю, что такое Шувалов, и я по этой причине совершенно не понимаю, зачем менять Шилу на мыл. Бревермана на Шувалову. Смысл в этом какой? И тот, и другой статусный либерал. Единственное, что умеют пилить бюджеты. Я поэтому не понимаю. Если радикально не менять руководство ВЭБа, то вся эта реформа не имеет вообще никакого смысла. И, скорее всего, Чубайс снова объявится в том или ином варианте. Следующий вопрос. Алло. Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедова. Доброе утро. Вот смотрите, СССР был довольно успешный, когда применял плановое хозяйство, в том числе и Госплан. Скажите, на каком этапе произошел сбой в работе Госплана, и нельзя ли сегодня использовать эти наработки с учетом цифровизации, то есть искусственного интеллекта и чипирования продуктов? Вы знаете, я об этом писал, причем писал, если память не изменяет еще и в закате империи доллара, по доллару, то есть в 2003 году. СССР вышел на уровень, которым рынок, который у него был, не позволял увеличивать углубление, разделение труда в том же масштабе, что и раньше. То есть темпы роста до 60-го года после Великой Отечественной войны достигали 10%, 12-15% в год. А начиная с 60-го года они стали медленно падать. И до нуля они дошли где-то в середине 80-х. Ну, то есть где-то при смене Брежнева на Андропова. Отметим, что в Соединенных Штатах Америки этот процесс был тоже. И он в 70-е годы привел к третьему ПЭП-кризису, когда Соединенные Штаты Америки 10 лет падали, а мы еще росли. Пусть и уменьшающимися темпами. В этот момент СССР мог выиграть соревнования двух систем, но отказался. Это был объективный кризис. Он был в СССР осознан. Это называлось падение фонда отдачи. Но поскольку на тот момент еще не было теории, которая бы объяснила, что для того, чтобы это изменить, нужно расширить рынки, то есть надо не лояльность проявлять было Западу в 70-е годы, а наоборот, максимально на него удавить. То в этом случае мы бы скорее всего бы выиграли, и вот этот период роста 90-х годов был бы период роста СССР при разрушении империи доллара. Вместо этого мы проиграли. Так вот, если у вас нету объективных оснований для экономического роста, то Газплан не поможет. Газплан нам помог в том смысле, что темпы спада падали минимально из всех возможных вариантов медленно. В США они упали до отрицательных раньше в начале 80-х. Но даже Газплан ничего не мог сделать во второй половине 80-х. Потому что к этому не было объективных оснований. По этой причине институт Газплана это институт, который может оптимизировать экономический рост или минимизировать экономический спад. Но заменить спад на рост в рамках вот этого глобального развития ситуации он не может. И по этой причине не следует его возможности преувеличивать. Хотя безусловно вот сейчас когда мы находимся где-то в 29-30 году и можем за счет повторения политики индустриализации лет на 20-25 обеспечить себе экономический рост безусловно нам этот инструмент очень бы пригодился. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Меня Михаил Леонидович. Меня зовут Павел. Москва. У меня два вопроса. Первый по гиперинфляции в России и второй по большому обвалу. Первый вопрос. Ожидаете ли вы начала гиперинфляции в России в зависимости от того кто станет президентом Байден либо Трамп. И второй вопрос примерно когда можно ожидать большой обвал рынков также в зависимости от того кто придет кто вернее станет президентом в США Трамп или Байден В точности конечно я понимаю что в этом обеспечить нельзя но плюс-минус там трамвайная остановка вполне сойдет Спасибо большое Ну по поводу нашей гиперинфляции с чего вдруг какое отношение наша экономика имеет к тому кто станет президентом США Байден или Трамп Это зависит от политики денежных властей Центробанка и Минфина они пока не склонны заниматься неограниченным печатанием рубля хотя с другой стороны а могут в какой-то момент и начать это сделать и разобраться в их политике я не могу поскольку люди они которые сейчас руководят российскими денежными властями абсолютно некомпетентные и с ними совершенно невозможно разговаривать договариваться и так далее логика которая лежит в действиях она внеэкономическая а что касается большого спада то опять-таки можно говорить только о косвенных признаках вот с моей точки зрения выступление Пауэлла и Георгиевой свидетельствует о том что этот обвал уже близок но сказать вам когда он произойдет я вам не могу прежде всего потому что внутренние информации о том как там идут внутренние финансовые потоки как устроена устойчивость в режиме текущего времени устойчивость финансовых институтов и системы в целом она мне недоступна мне кажется что ситуация близка критически многие специалисты по фондовому рынку вообще считали что все произойдет сильно раньше но правда они не ожидали вливания вот таких масштабов какие были в первой половине этого года по этой причине тут я на ваш вопрос ответить не могу следующий вопрос доброе утро Михаил Данилович вы упомянули о наличии какой-то теории которая у нас есть и это позволит нам лучше справляться с экономическими кризисами что это за теория вам не кажется что главная теория у нас это сохранить так называемую стабильность которая позволяет деградировать и воровать знаете вы путаете политику с экономикой теория описана в частности в моей книжке воспоминания о будущем книжка есть на русском языке и продается в магазинах есть в электронном виде можно ее купить на сайте Хазенру или на сайте фонда Хазена она есть в английском варианте она переведена и продается на Амазоне опять-таки на 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 сайте фонда Хазена и на сайте Хазенру можно найти ссылки и найти ну собственно нужно зайти на сайт Амазон и набрать там Хазен только она в английском издании называется не воспоминание о будущем а немножко по-другому но это как бы сразу становится понятным так что вперед следующий вопрос да добрый день Михаил Леонидович да скажите это самое вот вы скажете что там в ласвийских прибалтийских банках предлагают повести средства граждан России из прибалтийских банков вот не считаете ли вы нужным чтобы вот руководители этих банков просто выложили на сайте фамилии вот этих граждан России и сказали куда они их вывели в дальнейшем то есть я вот а вы все либералы говорите у тебя либералы я хочу чтобы эти фамилии все были прям сегодня вывешены да все граждан России а вы вот сейчас скажете что не надо этого делать все спасибо я не очень понимаю какое это отношение имеет ну как бы имеется формальное банковское законодательство имеется формальная банковская тайна они просто права не имеют озвучивать эти имена а самое главное им-то для чего это нужно или вы думаете что у российских чиновников лежат деньги при балтийских банках это вряд ли они скорее всего в офшорах лежат хотя кто его знает но тогда они лежат под другими фамилиями так что я не очень понимаю то что вы предлагаете следующий вопрос Игорь Королев вопрос такой продолжение ведущего несколько раз заданного слушателя могли бы прокомментировать что по вашему мнению будет в начале передачи вы говорили о гипотетических сценариях в случае отмены системы то есть что будет конкретно с российским фондовым рынком при сценарии одном при отмене принятия новой бартангутской системы России и соответственно при принятии ее спасибо большое вы знаете вообще нынешний российский фондовый рынок меня волнует мало я к ним вообще никакого отношения не имею тут поэтому ничего сказать не могу что касается того каким может быть новый рынок в случае если будет создана рублевая зона то это от нас с вами зависит как мы этот рынок выстроим как мы его сделаем так соответственно все и будет работать вот из этого и нужно исходить ну разумеется при условии смены руководства страны если той части которая занимается экономикой если этого не сделается то тогда соответственно я не вижу никакого потенциального позитивного эффекта от всех этих процессов а следующий вопрос алло здравствуйте да слушаюсь это роман из Москвы беспокоит Михаил ответьте пожалуйста а что будет с валютой в России наличной и безналичной при реализации вот плана от который вы озвучили сотрудников МВФ ну в этом случае будет предъявлен некий центр то есть если вы захотите эти доллары использовать либо внутри страны либо за ее пределами то вам придется написать очень большую длинную бумагу то есть вы должны будете их сдать вам будет сказано что эти бумажки больше уже никакой силы не имеют вам нужно открыть скажем электронный счет если вы сможете предъявить доказательства что эти доллары получены легально ну например вы получаете вы даете справку из налоговой что вы получали большую заработную плату вы даете справки из обменных пунктов что вы эти доллары легально купили и соответственно что вы эти доллары легально хранили то в этом случае может быть вам их обменяют на какие-то электронные доллары и вы тогда их можете использовать как-то если же у вас таких справок не будет ну например вы или получали какие-то гонорары долларами или соответственно вы меняли рубли на доллары в каких-то левых обменных пунктах или например вам вернули какой-то старый долг этими самыми долларами но у вас нет подтверждающих бумаг то в этом случае эти доллары будут конфискованы то есть я думаю что идет все вот в этом направлении то есть вообще говоря ну это конечно будет происходить медленно я не думаю что вот так вот сразу все доллары которые находятся на руках граждан будут конфискованы может быть будут происходить какие-то ограничения типа что там грубо говоря по 500 долларов на физическое лицо будут меняться а скажем иначе нет или если будет объявлен двухнедельный срок в течение которых вы должны эти доллары принести в российские банки они будут конвертированы в рубли ну или вариант вы их оставляете у себя тогда вам придется воландаться с западными структурами и доказывать легальность происхождения этих долларов ну вот и так далее и тому подобное то есть у меня в этом смысле по части я же не зря задал вопрос в начале передачи у меня достаточно пессимистический взгляд на на судьбы доллара за пределами Соединенных Штатов Америки следующий вопрос алло Михаил добрый день подскажите пожалуйста каково ваше мнение вот насчет пенсионной системы тут-то там звучат заявления что пенсию вообще надо отменить что будет к какому формату мы можем прийти и что делать с накопительной частью пенсии которую как известно заморозили можно ли будет ее получить каким-то образом вот ваше мнение это же с финансами тоже вы читали вы читали Ефремова час быка да да замечательный роман там вот есть такая система так жи-джи долго живущие и коротко живущие да я думаю что либералы которые сегодня руководят пенсионным фондом пенсионной реформы спят и видят чтобы все пенсионеры как только человек выходил на пенсию он сразу умирал ну а в чем дело будут собраны расстрельные команды из каких-нибудь гастарбайтеров которые отлично этот вопрос будут решать ну собственно они же этим непрерывно занимаются да мы легенды об этом слышим постоянно и когда легенд так много то по неволе возникает подозрение что может быть что-то в них и есть а что касается сделать нормальную пенсионную реформу то для того чтобы ее сделать необходимо во-первых чтобы либералов не было в руководстве я про это уже сегодня четвертый раз говорю а во-вторых чтобы начался в стране экономический рост потому что в этом случае можно будет постоянно увеличивать объем средств которые идут на пенсионное обеспечение вот собственно картинка вот это вообще больное место но этот вопрос решать до того как будет произведена смена экономического финансово-экономического блока в российском руководстве невозможно следующий вопрос алло алло здравствуйте алло Николай Ильич у меня тут знаете такой вопрос как вы считаете когда стоит ожидать мероприятие по присвоению государственных наград ответственным лицам за реализацию производственной программы стратегия 2020 а то как-то несправедливо бюджеты уплощены потрачены а корзун так никто не представлен по себе ну это безусловная ирония но она имеет под собой серьезные основания которые звучат так ни одна программа которая была принята в последние годы не была исполнена более того я им открою страшную тайну я думаю что значительная часть поручения президента которые он выдавал также не была в реальности исполнена а тут-то награды вручаются ну собственно как вручаются в России награды как эта система сложилась в 90-е годы тоже в общем есть разные мысли а значит что касается программ то сегодняшнее правительство вообще живет без программы уже много-много-много лет а зачем им программа в награды можно вручать за выслугу лет а программа это что получается это какая-то ответственность сразу возникает она им нужна эта ответственность не-не-не-не-не-не ответственность не нужна следующий вопрос алло здравствуйте анастасия екатеринбург у меня знаете какой вопрос на последнем ролике вы про слона которые говорили о том что Россия может представить новый экономический проект новым эргенбург а сколько у нас у руля в основном одни либералы а кого вы имели ввиду кто-то может конкретно сейчас проверить кто предстоит эту идею или вы как обществу даете этот вопрос я вам открою страшную тайну люди которые сидят в правительстве у них нету времени для того чтобы что-то придумать а им объясняют в каком направлении они должны работать и они начинают работать и по этой причине те люди которые могут сочинить они у нас есть а дальше эту программу надо вменить руководству правительства ну разумеется с учетом того что вменять можно далеко не всем вот и все все очень просто но сейчас наше время постепенно подходит к концу я напоминаю 27 очередной форум 9 форум директоров организованной компанией империя форум на которой я буду об этом рассказывать подробно ну и соответственно все желающие могут туда прийти и соответственно поучаствовать там кстати не только я буду ну и на этом собственно наше время подошло к концу микрофону был Михаил Хазин благодарю за внимание до свидания до свидания Продолжение следует...